Получать достойную зарплату, реализовать потенциал. Большинство людей к этому и стремится. На заседании коллегии глава региона обсудил приоритетные задачи с ульяновскими промышленниками. Подвели и итоги 2023 года. Он был непростым, однако в регионе в этот период выросло количество занятых людей. Но есть и подводные камни. Агентству удалось обеспечить занятость сотрудников Рады предприятий, которые по тем или иным причинам прекратили свою деятельность в Ульяновской области. Вместе с тем, в сфере занятости мы фиксируем достаточно тревожные сигналы. Например, общий уровень безработицы достиг исторического минимума всего 2,5%. В разы снизилась безработица среди молодых людей от 15 до 29 лет. Вместе с тем мы знаем, что низкий уровень безработицы означает отсутствие свободной рабочей силы. Такой уровень безработицы может вызвать напряженность в экономике, уверен глава региона. Вчерашних студентов необходимо заинтересовать условиями труда и возможностью карьерного роста. Кадровый дефицит диктует нам новый вызов с точки зрения того, что мы должны работать между территориями. Как внутри региона, так и межрегиональное сотрудничество с точки зрения обмена теми трудовыми ресурсами, чем мы можем быть друг другу полезными. Ульяновская область богата предприятиями, и оборонно-промышленный комплекс широко развернулся на территории региона. Тот же механический завод, который выпускает востребованные в дружественных странах изделия. И приборная промышленность стабильно работает и развивается. Напомним, заседание коллегии прошло в одном из корпусов конструкторского бюро приборостроения. Скоро после его модернизации потребуется более тысячи специалистов. В настоящий момент до 2026 года предприятие будет модернизировано. Сейчас мы реализуем программу технического перевооружения. И потребуется порядка 1300 человек основного производственного персонала привлечь по итогам реализации данного проекта. Напомним, Ульяновское конструкторское бюро приборостроения организовано в 1954 году. Местные специалисты занимаются в первую очередь с разработкой и производством в сфере авионики. Изделия устанавливаются на многие летательные аппараты при сборке на заводах нашей страны и за рубежом. Кроме этого, в бюро исследуется внедряются изделия общепромышленного назначения. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Улправда ТВ.